Перекопанный газон перед дворцом спорта это часть строительных работ по возведению нового жилого комплекса Лобни-Сити. Однако выполняются эти работы с нарушениями, фиксируют инспекторы ГосАДАМ-Технадзора. Тему продолжит мой коллега Никита Панин. Мы видим здесь ненадлежащее содержание объекта во время производства работ. Вот это не ограждение, вот эта вот сеточка или веревочка красненькая, это не ограждение. Ограждения должны быть, которые соответствуют нормативным требованиям, именно которые прописаны в положении производства земельных работ на территории города Лобни. Заплатить существенный штраф и установить полноценное ограждение, предписанное исполнителем земельных работ на территории перед дворцом спорта. Но это не единственное нарушение. Здесь производится прокладка канализации к новому микрорайону. И на газоне можно видеть трубы. Ленты их заклеили недавно, опять же по предписанию ГосАДАМ-Технадзора. Дети есть дети. Ребенок какой-нибудь захочет в эту трубу залезть, застрянет там, никто и не заметит. Потом заварят эту трубу и будем искать ребенка. Это неправильно. Требования к обеспечению жизни и безопасности, здоровья граждан, особенно детей, ну это должно выходить на первом месте. И это руководству компании, которая производит работы, ну я думаю, что это ясно. Это просто экономия средств с их стороны. Изначально подрядная организация и вовсе не имела прав на складирование труб, земли, инструментов на этой территории. Но данное разрешение позже было ими получено. Впрочем, сейчас на компанию ложится уже новая ответственность за повреждение газонного покрытия. Наличие здесь техники, наличие здесь изделий, конструкций, материалов для строительства, оно уродует газон. Кто потом будет восстанавливать газон? Опять город за свои средства? Нет, мы привлечем эту организацию для восстановления вот этого газона. За все допущенные нарушения, помимо устранения их последствий, исполнителям работ грозят штрафы в размере от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Нарушения, связанные с проведением земельных работ в городе, фиксируются постоянно. Однако за последние 10 лет все-таки можно отметить позитивную тенденцию. Работать без ордера организации практически перестали. Если в 2000-х за год на всю Лобню выдавалось 50-70 ордеров, то сегодня эта цифра превышает 400. Никита Панин, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.